МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальная сельско-господарчая унитарная предприемства обороны краины отрымала сенья новый автобус. У этой, сдавалась обзвычайной паде, есть одна принциповая особливость. Транспортный сродок господарцы подаровали деловые партнеры, с которыми к СУП супрацойничая уже о маль 6 годов. Новыми относинами помеж вытворцами и пропрацовщиками потекавилися наши корреспонденты. Весновое солнце еще только вздымается, а у господарцев на прационных местах больше сработников. На молочном комплексе навык поспели провести першую дойку. Молоко у обороны краины – особливая увага. По сутностях, это тая продукция, якая сегодня дозволяя сельгазпредприемству в экономичном плане отшувать себе достатково упевнена, что в свою шаргу напрямую уплывая на узровень зарплат. Доярки получают у нас от надоенного молока. Здесь же мы увязываем сортность. Есть зарплата и 800, и 700, и 900 рублей от надоя молока. Сярыдзены 2011 года к СУП обороны краины, партнер товарыства «Белсыр», починали с уточных поставок у 5 тонн. У минулым месяцы поставили 25. У наступным обецаюсь повелишить эту илежбу до 30 тонн. Супрасуньство с калинковицкими перепрасывшиками – это не только стабильное финансовое поступление, але и значные преференции, починающие от повышенных до 15% закупочных цен до суместной работы специалистов господарки и предприемства. У нас есть своя ветеринарная служба на предприятии, которая постоянно выезжает в хозяйство, работает с ветеринарной службой самого хозяйства. Мы обеспечиваем на сегодняшний день хозяйство ветеринарными препаратами. То есть под их заявочку мы закупаем сами у заводов-производителя. Обеспечиваем хозяйство всеми моющими, чистящими средствами, то, что является сегодня неотъемлемой частью для поддержания санитарного состояния на фермах. Подоранный микроутобус можно лишить показчикам новых партнерских относинов помеж сельско-господарчими и перепрацовчими предприемствами. Уреште объединение намаганья у обо двум бокам только на корысть. Зараз на Гомельшине кожные сутки вырабляется каля трех тысяч тонн молока. Але и гэта верагодно не мяжа. Головны научиться прасовать разом. Экономичные относины никто не адменял. Але каля клопатиться только об уластном кишэне, можно застаться у воголе без сродков. Я думаю, что это будет продолжено на территории Гомельской области. Не только в технике покупки, а и в других вопросах. Поддержка своей сырьевой зоны. Чем больше влаживается в зону сырьевых материальных ресурсов, тем больше будет отдача. Олесян Серов, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Рышевский район. Як поведом и упершу намесник старшини Гомельского облыканкама Александр Миколуцкий, протяглые ночные заморозки, сдольные оказать негативный вплыв на стан особных яровых культур. Макшимые страты зараз оценивают специалисты сельско-господарчих предприемств. Весновые полевые работы на Гомельщине сё лет распачались прикладно на два тыдни ранее, чем летать. План по сяубе ранних яровых в регионе выкананы на 100%. У гэтые дни господарки займаются сяубой кукурузы. Разом с этим ходом работ заморозили низкие ночные температуры. Зараз на палетках працует только около 40% посевных агрегатов. А про то заморозки могут оказать одновленный вплыв на рост особных культур. В первую очередь гибель посевов погрожает рапсу, який, до рычи, наибольшь мощно потерпел и подчас зимы. А зимы нормально сохранились. А зимы зерновые. А зим рапс, да, у нас осталось к уборке 30 тысяч. Если бы эти 30 тысяч нам было сохранить, конечно, получили бы результат. Но заморозки на рапс, я еще повторяю, для рапса они более опасны, чем для культуры яровых и зимы зерновых. Красавицкие ночные заморозки негативно поуплывают и на будущий ураджай абрикосов. Морозы погибельные як для кветок, так и для завязи. На жаль, поколь измен до лепшого синоптики не прогнозуют. По информации областного гидрометцентра, ближайшей ночью слубки термометра вапустятся до минус 7. От 3 до 8 морозу будзе и в наступной ночи на гэтым тыдні. 21-го красавика у особных районах макчыма понижение температуры до минус 11. У день поветра прогреется максимально до 12 с плюсом. Як чекается, тепло приде у регион на наступным тыдні. Протягиваем выпуск. Сегодня отбылся гульный сход гомерской мытни по выниках службовой деятельности в первом квартале этого года. Плановое задание на этот период выконано амаль на 103%. За первый квартал гомерская мытня подрихтовала до разгляду амаль 730 администрационных справ. Кошт конфискованных товаров склав больше, как 720 тысяч белорусских рублев. Узбуджены 4 криминальные справы. З них 3 по факте незаконного перемещения наркотичных и психотропных речевал и одна связана со спробой перевозу боеприпасов. Спынены 3 спробы дачи хабару службовым особам мытни. Зафиксована 12 выпадка, уколи грамадяне покидали гроши в документах, яке представляли для проверки. Что тышится укоронение информационных технологий, то практически 100% деклараций на товары у означенных перед подавались в электронном выгляде. Мы будем все свои усилия сосредотачивать на том, чтобы и количество деклараций в автоматическом режиме, которые оформляются, увеличилось, и будем сокращать время, которое тратят субъекты хозяйственные, таможенные, оформления. Сегодня у областной державной инспекции отбылось и узнагороджение у дельников святочных аппарата, який проходил у столицы и был промеркованный достаходзе белорусской милиции. По урочистой обстановке на пляце управления ДАИС у працонники батальона дорожно-патрульной службы отремали подяки от Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Запросили на мероприемство так само Батькову. Я не отремали узнагороды от керовництва областной державной инспекции у знак подяки. В торжественном параде, посвященном столетию милиции, принимало участие 8 сотрудников батальона дорожно-патрульной службы ГАИУД Гомельского госполкома. Это были достойные сотрудники от нашего подразделения. И я надеюсь, что полученные награды для них станут стимулом в работе, а для их родителей поводом для гордости. Великодный тыдень – час добрых справ. Супрацовники Гомельского областного управления департамента ХОВЫ наведали областный дом дитяти, как повиншовать со святом хлопчиков и девочинок. Заразу в этой установе знаходится 70 выхованцев в возрасте от некольких месяцев до 4-х годов. Гэтая дети маутся саблевую потребу в увазе и клопоте дорослых. Шмат кто из малых николе не бачил своих родных и навод першые кроки зарабил с допомогой работников областного дома дитяти. По традиции, якою жодарыч и больше, как 5 годов, бортовые правопарадку наведали группы, погуляли с детьми и уручили подарунки. У нас проводятся неблаготворительные акции 2 раза в год после Пасхи и на Рождество Квестова. Мы произвели благодарительный сбор и организовали закупку медицинских препаратов, игрушек, сладких сладостей для детей. В этом году еще к нам присоединился наши подшифрованные классы 25-й школы. Одиноких пожилых гамильчан со святом Великодня сегодня повиншовали сестры милосерности областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа». К каждому из подопечных подрихтовали смачные подарунки. Подрабязности добраченной акции в наступном сюжете. Сестра милосерности Алла Мальцева у Тамары Михайловны Подлевской частый гость. Вымирать артериальный тиск, сходить у краму за продуктами або допомогать с уборкой. Представницы «Червоного крыжа» готовы оказать любую допомогу. Деля этого приходит 4 раза на тыдень. На этот раз свою подопечную яна наведала с подарунками. С нагода Великодня подшествовала куличами, освеченными яйками и сувенирами ручной работы. Очень, конечно, очень приятно, потому что любая помощь нам вообще приятно. А если еще такой добросовестный человек, который старается помочь, и это для нас, конечно, очень-очень хорошо. Зараз у Гомеля працуют семь сестер милосердностей «Червоного крыжа». У кожной прикладно чать вера подопечных. Это пожилые одинокие люди, часто инвалиды. Знаходы Великодня кожных из них сестра милосердности наведали с подарунками. Мы хотим поздравить наших подопечных с таким светлым праздником Пасха и подарить им небольшие сувениры, сказать теплые слова. Ведь на самом деле речь не только медикаменты и какой-то уход за нашими больными, а и теплое, доброе слово, которое очень важно и которое поддерживает наших подопечных. Вот наши сестрички милосердия сегодня посетят их на дому, посетят 28 человек, которые находятся на обслуживании у нашей службы милосердия. До речи, такая доброчинная акция «Червоного крыжа» стала мягчимой декучи патрымцы Гомельской епархии и предприемству «Гомель-Хлеб-Прам», яке это помогли с подчастунками. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». Жалобные митинги, ауто- и велопробеги по закласной мероприемствы у новоучальных установах. День 31-й ходовины шарнобыльской трагедии у потерпелых районах Гомельской в области означает широком мероприемствов. Хоть стольких этими падеями житет тут не обмяжовывается. Олег Сентярон наведал Хойницкий район и потекавился станом справу. Статус агрогородка вёска Строличева набыла в 1998-м годе, просто 12 годов после чернобыльской катастрофы. Спочатку местовое населенство вырошили отселить, але сами же хоры гэту ведею не подтримали. Нехто вернулся у родной местины прост некий час, нехто увогу ли никуда не выезжал. У свой час тут поспробовали попадавать в спиртзавод, где плановалось перепрасовывать сборжа забродженных территорий, але проект оказался не за всем удалом. Правда, без работы вёсковцы не застались. И аще один плюс – нараджальность у Строличеве. Уречья почала перевышать смиротность. Уже свои семьи, у некоторых и унуки здесь тоже создали свои семьи, живут тут у нас в Строличеве, работают, хозяйство держат, проусадебный участок обрабатывают. Поэтому уже нет у нас такого, что приехали-уехали, у нас живут на месте, уже освоились, никогда не хотят уезжать. Строличевская середняя школа после чернобыльской катастрофы так само лечь не спонила своё иснование. В 1991-м годе установу закрыли, и маль 13-й годов не выкористовывали. Зараз тут учатся 140 детей, хоть свободных мест в Яшахапае. Школа различна на 220 наученцев. На ЕЕ базе проводятся районные и областные семинары для работников Галины, а сами учени принимают активный удел в розных конкурсах, спартакиадах и олимпиадах. А про чатах у сёлита двое 11-ти классников у Першиню наведали Японию, где расповяли про житё на своей малой родиме. Японская делегация часто навещает Строличевскую школу. И вот в этом году, после последней встречи, наши два одноклассника ездили в Японию. Там они проводили презентации, посещали университеты, были на экскурсиях, обменивались опытом. То есть вот как воспитываться, как жить в таких условиях на нашей загрязнённой земле. Строличевская земля, знакомитая не только чарнобыльскими наступствами, а и историчной спадчиной. У вёста Рудаков, например, народился Александр Аскерка, вядомый тем, что выдал у Варшавы белорусский буквар. Да, к исторической революции у Рудакове были самые сучастные дороги, милиаративные каналы и некаких заводов. А теперь от этого практически ничего не засталось. За выключением решетков садебного дома, яке мое статус историко-культурной каштовности, правда, как зараблять на туристах, спочатку необходимо найти сродки на реконструкцию. Ваннский майон такой вёстый Рудаков, обыдаванный на начале 2020 года, сейчас участковая разборная, но местовые жахары не покидают плану одновить его. Врештая житие в районе протягивается, поэтому необходимо думать не только о будущем, а и заходить свою историческую и культурную спадчину. Александров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Ходинский район. 15 субсиды было выделено в регионе в этом году для организации рамесной деятельности. Кабы отрымать такую допамогу от державы, треба не меньше как месяц быть зарегистрованным у якости беспрацонного. И кали за гэтый термин человеку не пропануть отповедную ягу адукации и працу, тё он не сможет найти её сам, можно претендовать на отрымание субсиды. Её помер на сёняшний день, каля 2 тысяч рублей. Кали беспрацонный живе у сельской мясцовости, або планой засноваць там свою справу, гэтая величиня узрастает до 2700. Даречи, зараз у Беларуси наличывается каля 23 тысяч рамеснікаў, з'еху Гомельской в області прикладна 2700. Управнанні з минулым годом их колькастю в нашем регионе повеличилася на 700 чалавек. Цікава, што 10 гадоў тому у Украине у якости рамеснікаў было зарегистравано крыху больш за 200 чалавек. Сё не адзначаецца, Межнародный день помнікаў і гістарычных мястінаў. Яго дэвіз «Захаваем нашу гістарычнуў радзіму». Спіс гістарыка культурных каштоннасті ў Беларусі уключая больш як 5,5 тысяч аб'єктаў. У Гомельской в області знаходзіца 884 із їх. Асаблівые значэння мае Гомельскі палацава паркавы ансамблі. Таксама сиротзначных, забудова в улицы Баумана, археологічны комплекс Юравічы, месца фарсірованні ракі Днепр ў Лоевскім районі. У минулым годзі ў в області аднавілі 68 аб'єктаў. Помнікі архітектуры адрамантовалі ў Гомелі, Мазыры, Рогачові і Лоеві. Важная частка і гістарыка культурной спадшаны з'являецца спадшана нематаріяльная. Сирот краін адбываецца сапраудная барадзьба за уключэння таких аб'єктаў ў СПіс ЮНЕСКА. У Гомельскай в області падаховай гэтай міжнародная раганізація знаходяцца абрады Чырачка ў Лелчыцкім районі і в аджэній пахаванні стралы ў Вєткаўскім. Гэте, а так сама іншыя новіны вы можці знайсці на нашым сайці ў інтернэце па адрэсі www.tvrgomil.by Далей ў эфір і спортывны агляд. З новінами спорту вас пазнаёміць мой калеха Максим Савін.